Привет друзья! Опубликованы первые кадры российского самолета Су-57 с плоским соплом на двигателях. По кадрам видно, что на тестовом Су-57 установлен только один новый двигатель АЛ-51Ф1 с плоским соплом. Второй двигатель это штатная силовая установка АЛ-41Ф1. Новое сопло Су-57 имеет четыре независимо управляемые заслонки, две из которых предназначены для использования в дозвуковом режиме и две для сверхзвукового полета. Плоское сопло ставится и на F-22 США, но оно имеет только один вектор тяги. У Су-57 сопло с всеракурсным вектором тяги, которое обеспечивает более лучшую маневренность и управление самолетом. Конструкция нового сопла позволяет лучше охлаждать выхлопные дазы. Это в свою очередь снижает инфракрасную заметность самолета в задней проекции. Стоит отметить, плоское сопло в некоторой степени уменьшит тягу Су-57, но оно улучшит характеристики малозаметности с задней проекцией самолета. В настоящее время самолет Су-57 использует двигатель первого этапа АЛ-41Ф1 изделия 117. Су-57 с двигателем второго этапа АЛ-51Ф1 изделия 30 должны ставить с 2025 года. АЛ-51Ф1 имеет несколько бесфорсажных режимов, на которых истребитель будет работать на больших сверхзвуковых скоростях и будет менее заметен в инфракрасном диапазоне. Улучшенный вариант истребителя должен получить обозначение Су-57М. По оценкам экспертов, новый двигатель обеспечит Су-57 самый высокий уровень тяги среди всех истребителей в мире. Друзья, спасибо за просмотр! Приглашаем вас стать частью нашего сообщества и получить новые знания!